Вчера в зале заседания районной администрации прошло очередное совещание с руководителями предприятий, АЗС, магазинов и так далее. Вел в совещании первый заместитель главы администрации Хосовиктовского района Боговдин Гаджимрадович Мамаев. Хочу от имени главы покрестить вас, Незалат Шипевича. И у нас на повестке дня три вопроса, которые мы должны обсудить. Первый вопрос по результатам анализа промежуточного отчета по государственной кадастровой оценке муниципального образования Хосовиктовского района. И второй вопрос по снижению формальной занятости населения. И третий вопрос о необходимости регистрации права собственности на земельные участки. Это три основных вопроса, которые вы как предприниматели, которые вас тоже касаются, и вы должны принять активное участие в этих вопросах. Вы прекрасно знаете, что Хосовский район в этом году участвует во многих проектах. Только по комфорту и городской среде у нас 14 объектов. На экономные средства мы еще сделали 15 объект. Это парки, спортплощадки, предваровая территория благоустройства. Все эти объекты, 10 объектов уже завершены, на 4 объектах идет завершение работы. Также помимо комфортной среды есть такая программа «Мой Дагестан, мои дороги». Мы участвуем в двух проектах этих, «Мои дороги». Это Хамайорти и Татубикала. Тоже эти два объекта уже сданы. Работа завершена. Также у нас идет «Мой Дагестан, моя вода». Это мы будем скважины. Баматюрти, Карламюрти проводы сетей, Аксай, первая степень. Во всех объектах подосвабжения идет работа. Тоже близкие завершения. В этом году все объекты будут сданы. Работа идет очень большая, активная. Также только по проекту 150 школ. В этом году мы участвовали 9 школ. Все эти 9 школ были отремонтированы. Полностью работы завершены. Изданы до учебного процесса. Это краткая информация о том, что район делается. Помимо этого, у нас в этом году, до конца года, мы планируем завершить ряд объектов образования. Общее количество это 6 школ и 2 садика. На сегодняшний момент идет полная активная стройка. Работы ведутся полностью. Это вот кто, даже здесь в зале сидящих, знает, кто проживает в этих поселениях. И на следующий год мы тоже будем участвовать во всех социальных проектах. Которые есть федеральных, социальных, республиканских. Мы будем заявляться и уже заявляемся. Это при помощи глав поселений, которые активно участвуют в этом процессе. Предлагают, дают заявки. На следующий год мы еще по скважинам будем. Заявились очень много. Работа идет. И вам просто краткую информацию мы даем. А чтобы работа дальше лучше шла, от вас тоже нам нужна поддержка. Чтобы вы тоже были заинтересованы. И оказывали помощь в первую очередь глав поселениям, которые вы живете в вашем же селе. По первому давайте вопросу дадим слово по снижению формальной занятости населения Христу Лутану и Зухле. Хотели вам некоторые наши планы, о наших планах рассказать. И то, что мы хотим от вас тоже слышать, узнать. Вы знаете, что в нашем районе малому предпринимательству уделяется большое внимание. Развитие его малого предпринимательства это одно из важнейших направлений реформ, преобразований, происходящих в экономике района. Малое предпринимательство положительно воздействует на преодоление наших всех реформ, на их результативность, решение социальных программ. То, что вам сейчас было сказано о строительстве, о ремонтах, то, что глобальные проводятся работы в нашем районе. И по школам, и по садикам, и по воде, и по всем другим объектам. И, конечно, чтобы это все делать, нужна ваша помощь тоже. Вы, наверное, часто сталкивались с тем, чтобы ремонт школы, вот была у нас программа 150 школ, что участие предпринимательства, это было обязательно. При вашем участии дополнительно глава в двойном размере еще вкладывался, и плюс еще была региональная помощь. И благодаря вот этой работе у нас отремонтировалось целый ряд школ, где наши учатся дети в трехсменке были. Чтобы ликвидировать эту трехсменку, у нас вот такая работа ведется во всех наших селах. Далее я бы хотела сказать, что у нас в районе предпринимателей порядка около двух тысяч, но, к сожалению, в отчетах их гораздо бывает меньше. Я хочу вам сказать, что любая работа, строительство, это садик, это сельское хозяйство, ли это, один человек, вы знаете, нигде не работает, работают несколько, где-то и десятками. Но, к сожалению, почему-то вы не любите отчитываться по остальным людям. Надо учесть то, что люди, которые у вас работают, эти люди тоже получают зарплату, вы выплачиваете им, но, к сожалению, вы выплачиваете в конвертах, так называемых. Для этого нам необходимо зарплату обелить, зарплату сделать официальную, чтобы эти люди имели право на социальные свои нужды. Они тоже должны уходить на пенсию, получать достойную пенсию свою. Поэтому мы работаем над вот этим вопросом. Нам поставили такую планку, 1531 человек оформить неформальную занятость открытия. Поэтому хотелось бы обратиться к вам, чтобы только с вашей помощью мы сможем решить эту проблему. Да, у нас есть и торговые точки. Заходим в магазин, ни у одного человека не бывает ни трудовой книжки, ни трудового соглашения. Теперь с помощью наших рейдов чуть-чуть положение не исправилось, но мы хотели, чтобы вы занялись серьезно этим вопросом. Поэтому только вместе с вами мы сможем выполнить это наше задание и, соответственно, решить наши социальные программы, социальные задачи. Не только неформальная занятость, соответственно, надо платить. Мы привыкли с вами, что платите единый налог на тот режим, в котором вы работаете, там единый налог по упрощенной системе или вмененный налог. Но вы все забываете о том, что у нас есть, помимо этого, социальные налоги. Это пенсионные отчисления, страховые взносы и так далее. Я бы еще раз хотела остановиться, чтобы эти страховые взносы обязательно каждый месяц перечислялись в пенсионный фонд. Это первое. Следующее. Хотела бы также сказать, что мы до сих пор не так много внимания, наверное, уделяли вашим объектам. То есть это земельный участок, где находится ваш объект, и точно так же строение ваше. Эти объекты, соответственно, должны облагаться налогами. Вот по новшеству с 2019 года принятым решением мы все перешли на кадастровую оценку. Позже наша Абакарова Дженетка Владимировна вам объяснит это все. Но я бы хотела сказать, что с 2019 года нам обязательно нужно будет делать начисление. Но начисление будет делать налоговая инспекция только после того, как ваши объекты появятся в Росреестре. Поэтому прошу оформить всех свои документы и платить все налоги. Это только для вас, это для жителей района, для всех нас. Вот, например, возьмем любой автовой склад или какую-то заправку, любой предприниматель. У вас на предприятии один-два человека зарегистрированы. Это нереально. Это нереально. Давайте выходить, как говорится, из стены. Потому что будет час ходить проверки, уже начались рейдовые мероприятия. Еще они будут продолжены, усилены. Просто-напросто к вам придут на предприятие ваше. Зафиксируют всех работников, которые там. Спросят, на каком основании они здесь работают. Трудовые соглашения сделаны, не сделаны. Если нету трудового соглашения, это укрывательство от налогов. Там ведет ряд за собой причин. Поэтому всех сотрудников, которые у вас на предприятии работают, они все должны иметь трудовые соглашения. Обязательно. Не будут потом спрашивать, а это он просто на один день прошел или посторонний человек. Нет, если они придут проверкой на ваше предприятие, просто нам, просто у каждого возьмут вопрос, попросят у вас показать трудовое соглашение. Вы их не сможете показать, потому что у вас их нет. И вам начислят уже налоги и другие. Откройте уголовное дело за укрывательство налогов. Поэтому все, которые у вас есть зарегистрированные люди, и которые находятся без регистрации, их надо объединить, чтобы все они были зарегистрированы. Обязательно. И оттуда надо сделать все начисления, которые предусмотрены законом. Фактически работа, как вы увидите, времена, и как пришли глава, с первого дня у нас идет обеление экономики. Все производство. В первом начале мы начали в больших предприятиях, банкетных залов, АЗС, практически 54 АЗС. По району на сегодня уже около 170-180 человек оформлены. Каждый АЗС минимум 5 человек должны оформить. Эта работа продолжается. Дальше по району у нас, как ранее озвучено, тысяча точных, если более точных будет, я вам озвучу, 1779 объектов малого предпринимательства. Из них 1567 ВП, 212 малые и средние предприятия. Это КФХ и другие предприятия. У нас малое предприятие, в основном районе средств хозяйства, большое количество занимается средств хозяйственным производством. Так что у нас в каждом насильном пункте есть цеха, где производятся шлакоблоки, тротуарная плитка, разные ворота. Кто чем может заниматься, все необходимое у нас в каждом селе, когда заезжаешь, мы видим. Но все то, что было до этого сказано, общий вал в прошлом году по республике 3 миллиарда 200 было. В этом году 2 миллиарда 200, около 300. Только Хасырский район идет в вложение по социальным объектам. Вы думаете эту цифру? Это все благодаря тем налогам, той работе, которая идет. Сегодня основной вопрос, который мы будем изучать, вот уже месяца 4 мы занимаемся по катасшерной оценке, сколько было роликов по телевидению, постоянно крутится по газете, по телевидению, по всему ничем даже обращение было. Домовладение, которое у нас есть, УЖС, мы все должны были, каждый, зайти, посмотреть, какая оценка, какая цена в вашем домовладении. Если вы не согласны, его можно устроить и представить. До 22-го часа вы имеете такое право. Так же и предпринимая ваши объекты, которые предпринимаются, занимаетесь вы. Фактически позавчера у нас был целый день на здесь совещание главами. У нас район наделен на 4 зоны, зависит от каждого населенного пункта, вы знаете, домовладение, зависит от отдаленности, от центра города, на окраинах, дома более недорогие, ближе к городу, инфраструктуру, где более дорогие. И везде эти цены осуждали, и конкретно, одним цифром подошли. Наша задача основная вам, чтобы довести, где вы можете посмотреть, вам необходимо, вот Джанет Позже объяснить. Вы, большинство, когда вопрос задают, на то совещание тоже 10 или 5-6 предпринимателей были, которые пришли, один там кто был, я не могу сказать. Я ничего не видел, ничего не знаю, даже не знаю о этом говорить. Когда столько времени эта тема обсуждается. Во всем администрации уходы висят плакаты, по телевидению крутятся ролики, по центральной телевидению крутятся, по РГУК крутятся. Как можно говорить, что мы не в курсе? Как можно, если человек занимается предпринимательством, это прямо касается его денег, которые он будет зарабатывать, сколько он будет платить. Но сегодня ничего такого нет, нужно чуть-чуть вникнуть. То, что мы просим, говорим вам, нужно выйти из тени, сегодня иметь на цельскохозяйственной линии, которые имеют более 100 гектаров, если у нас по 100 гектаров, 10 и более, на одном человеке зацикливается, и невозможно производством заниматься. Там каждому площади есть определенные требования, кто чем занимается, там сколько должен, виноградник 2-3 гектара, один человек, сады 5 гектаров, и пащи, которые обрабатывают, зерновья, которые выращивают, там определенные требования. Также промышленные производства, кто занимается. Сейчас вопросы по налогам. Мы всегда, у нас в районе есть комиссия, которая занимается поддержкой, малосредпринимательства, предпринимательства, когда вы в любое время обращаетесь, всю информацию, которую вы хотите, можете получить по всем направлениям, и поддержку можете получить. Также на сайте администрации муниципального образования есть сайт поддержки малосредственных предпринимателей, в котором выставляются все правовые акты, законы, которые на обществе, которые есть. Фактически за последние несколько месяцев, я вам скажу, раз в 4 или 5 в Махачкале были большие мерзия по поддержке малосредственных предпринимателей. Республики открыли банк МСП, который будет поддерживать. И там проценты, если кто интересует, тот поймет, от 3% и выше идет, там 3-5% кредитные средства, лизинговые средства. Ну, чуть-чуть надо больше изучать, влекать. Когда лично общаемся, мы говорим, что вы даете, какая поддержка есть. Чуть-чуть надо больше изучать, больше информации, чтобы владели вы. Уважаемые коллеги, уважаемые предприниматели, в принципе, Владимир Александрович вам все, в общем-то, в общих глобально рассказал. Ну, в частности, я хочу сказать, что у нас в прошлом году мы всем говорили, что необходимо заполнить декларации по своему имуществу. Но, к сожалению, народ, в общем-то, не заполнит декларации, поэтому индивидуального пересчета государственной катастрофы оценки так и не получилось. Соответственно, государство решило произвести государственную оценку на основании закона 237 ФВЗ о государственной катастрофе оценки обязаны проводить оценку каждые три года и не менее, чем один раз в пять лет. Соответственно, у нас в 2013 году была оценка и 2013 года было восстановление, которым мы все пользовались. И со следующего года у нас у всех будет новая катастрофа. Стоимость всех наших жилых домов, каких-нибудь ваших коммерческих объектов, производственных объектов, и со следующего года вы будете платить налоги именно с этой катастрофой стоимости. Поэтому, в принципе, каждый человек должен быть заинтересован в том, чтобы узнать, какая же катастрофая стоимость у него на сегодняшний день. И, в принципе, по большей части это касается предпринимателей, потому что коммерция и производство, естественно, они будут намного дороже, чем ИЖС. Поэтому каждый из вас должен знать, как проверить и где посмотреть катастрофую оценку. Со 2 сентября вся информация была выложена на сайтах dakbti.rf называется. То есть, это официальный сайт ДАК Техкадастра. В каждом субъекте были учреждены государственные бюджетные учреждения, которые должны заниматься вот этой государственной катастрофой оценкой. Они пересчитывают массовым методом. Вот, как сказал Нурла Гасанович, весь наш район в зависимости от определенных критериев разделен на 4 зоны. Это близлежащие к городу, где проходят федеральные дороги, где есть хорошая инфраструктура, чуть отдаленные, потом еще более с удаленной и с менее разработанной такой инфраструктурой и такие, которые совсем, если говоря таким языком, на отшибе. Это уже четвертая зона. Особого, честно говоря, такого разброса цен, конечно же, нет. Там цены не особо отличаются, но тем не менее первая зона это считается самая дорогая зона. Это все мы понимаем, какие села, которые близлежащие к городу. И самая четвертая зона, она считается самая дешевая. Вот ваша задача просто многие почему-то не видят или наверняка может и увидели, не обратили внимания, может не считают, не знали, что это такое и не знали, как это именно вот это проведение государственной катастрофы оценки касается их лично. У нас, например, в Дагестане переоценивается где-то около миллион шестисот объектов недвижимости. И это наши с вами дома, это если у вас есть гаражи, это квартиры в многоквартирных домах, которые у нас немного, но тем не менее они тоже есть. Это все земельные участки, это населенные пункты, сельхозучастки, это земельные участки под вашими коммерческими организациями, производственными какими-нибудь складами. В общем, все земельные участки и все объекты, которые у нас на сегодняшний момент зарегистрированы в Едином государственном регистре недвижимости, они все будут переоценены. Первая волна уже прошла и в принципе всю работу, которую может быть вы как-то тоже должны были провести, если вы заинтересованы в снижении ваших стоимостей, мы вместе с сельскими муниципалитетами уже провели и постарались все эти цены пересмотреть в сторону уменьшения, чтобы людям было в будущем комфортно платить налоги. Поэтому тот отчет, который был размещен 2 сентября на сайтах и Министерства по земельным имущественным отношениям, Минимущества и Дактехкадастра, она еще раз была пересчитана. И сейчас, буквально позавчера, выложили на сайт уже новый пересчет, который пересчитан с учетом наших замечаний. И мы, как смогли заметить, где-то на 40% от первоначального пересчета цены снизились в основном. Сейчас я в принципе, ну не знаю, будет ли это для вас наглядно или нет, мы размещали на сайте все эти таблички, мы размещали эту информацию в газете Вести Хазовертовского района, вся информация вот в таком виде, такая брошюра, там все тоже написано, как вы будете платить последующие налоги с вашей кадастровой стоимостью. То есть, в принципе, можно вот в этой брошюре и эти все брошюры у нас еще вот в таком формате, они все размещены на сайте МОХа-Савертовский район и на сайтах всех сельских поселений. Вы можете с ними ознакомиться и на сайте Минимущества и Дактехкадастры тоже. Что вам ближе, что вам роднее, можете туда зайти, посмотреть, как вы будете считать в дальнейшем налоги с кадастровой стоимостью. Вот в этом именно смысле для вас важно проверить вашу стоимость. Замечания можно подать до 22 октября, в принципе, время уже идет. Вы можете на сегодняшний момент, вот придете, выйдете из встречания, наберете сайт Дактер Кадастро и там сразу же увидите вкладку наверху кадастровая оценка называется. В этой кадастровой оценке, если вы войдете в эту вкладку, есть огромная лупа. И как только вы на него нажимаете, появляется поисковая строка. Вот в этой поисковой строке вы вводите свой номер кадастровый и сразу же вам выскочит отчет о том, сколько стоит на сегодняшний момент ваш объект недвижимости, будь то земельный участок, будь то дом, будь это коммерческий или производственный объект. В свою очередь хочу сказать, что по личному опыту обычно на такие мероприятия приходят самые законопослушные, те, у кого более-менее все хорошо. Проблемы бывают с теми, кто не охвачен этими мероприятиями, но главное начало. По кадастровой оценке уже все сказано, хочу отметить по регистрации недвижимости объектов и в первую очередь конечно земля, находящейся у вас в собственности, которой вы пользуетесь. На сегодняшний день вопрос обстоит так, что созданы многочисленные комиссии, не считая тех структур, которые занимаются по раму своей деятельности этим выявлением и устранением причин и самих нарушений. Кроме нашего отдела муниципального земельного контроля у нас есть создана комиссия по выявлению и сносу самовольно возникнутых объектов строений. И если мы считаем, что это нас не касается, хочу отметить, что здание, объект построенный без разрешительной документации, без проекта, и если он не введен в эксплуатацию соответствующим образом, по букве закона он считается самовольным строением. Если гражданин обратился в установленном порядке, если это здание не противоречит нормам градостроительного кодекса инфраструктуры, есть возможность у законов привести его в соответствие и узаконить одним словом. Пока то же самое касается домостроений. Не хотят люди регистрировать, тянут, тянут, мы уговариваем. А вот коллеги подтвердят, чем дальше, тем сложнее становится регистрация. Потом уже требования растут, дополнительные появляются справки, какие-то уведомления и уже начинают жаловаться. То же самое касается неживых помещений, которыми пользуются предприниматели. Сегодня то, что возможно, завтра может быть проблематично. И эта проблема от нас никуда не уйдет. И на всех уровнях этим задействуют. В первую очередь это коснулось, как было отмечено, автозаправочной станции как крупных предпринимателей. Вот сейчас полным ходом идет работа по АЗС. постепенно перейдет к менее крупным и дальше будут охвачены все предприниматели. Но у нас есть огромное количество объектов, которые отдельно стоящие на отдельных участках. Этим, как мы говорим, своей нерегистрацией или самоотстранением от регистрации мы приносим не только себе проблемы, но и населенным пунктам, главам, как было отмечено, все социальные программы, все требуют поддержку и с нашей стороны. Если нет документации, мы не можем заявиться, тоже в свою очередь создает помехи в этом в будущем. От себя лично хочу сказать, что во избежание карательных мер хотим и не хотим все идет и придет к этому. Все должно быть зарегистрировано. У каждого объекта, у каждого клочка земли должен быть хозяин. Если мы сегодня говорим, что эта земля моя, я должен предоставить документ, подтверждающий это. И не надо слушать всякого рода провокаторов, грубо говоря, которые среди людей говорят, что не нужна регистрация, регистрация нужна только когда продают и так далее. Нет, регистрация обязательна. Вот межведомственная комиссия, в которую входят и работники моего отдела, вот когда мы приходим, даже если по отдельности вытаскивают, у кого есть ИП, налоговый, это нас не интересует. Это обязательно, но в первую очередь земля должна быть зарегистрирована, потому что этот объект стоит и эта деятельность ведется на этой земле. Земля зарегистрирована, объект зарегистрирована. Дальше уже по возрастающей, как говорится. Те, у кого есть работники, они, еще раз повторяю, все должны быть зарегистрированы. Создана рабочая группа межведомственная. Туда уходят сотрудники МВД, прокуратуры, земельного контроля, администрации. Эта рабочая группа будет ездить по каждому объекту, и она уже ездит и дает отчет по каждому объекту. по предварительному отчету во многих предприятиях много людей, которые не зарегистрированы. Информация владеем. Поэтому, пока до вас не доехала эта группа, зарегистрируйтесь, приведите все свои налоговые обязательства перед государством в порядок. Сделайте это как можно быстрее. Если у вас земельный участок не зарегистрирован, не имеет межевого катастрофного номера, значит, на него будут противствовать любые. Доведите свои бумаги в тот земельный участок до логического конца, чтобы вы смело могли сказать, когда вам придет проверка, сказать, вот на земельный участок у меня зеленка, вот мои трудовые соглашения.